Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие родители юных знатоков православной культуры, отрадно, что отныне и вы стали участниками конкурса «Зерно истины». Пусть ваш пример станет назидательным для нашего подрастающего поколения. И сами вы получите пользу для своих душ, ибо кто сотворит и научит, тот великим наречится в Царстве Небесном. Бог вам поможет! Возлюбленные Господи Наталья Валерьевна Коновалова, мам одного ребенка, индивидуальный предприниматель. Кузев Елена Васильевна, воспитывает дочь. Зинаева Валентина Александровна, пенсионер. Виктор Владимирович Кучик. Виктория Леонидовна Понасюк, мать троих детей. Светлана Викторовна Крамарь, воспитывает двух дочерей. Ну и капитан команды, как уже было вышесказано, Ирина Александровна Анаскина. Как всегда, первый вопрос мы выбираем при помощи кнопки выбора вопроса и компьютерной программы случайных чисел. И первое задание для своей команды выбирает Наталья Валерьевна Коновалова. Вопрос номер 3. Это телевизионный вопрос от Полины Новоселовой из города Старый Крым. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Полина, и я из Старого Крыма. Вот мой вопрос. Что в Таинстве Соборования свидетельствует о том, что Иисус Христос – это свет нашей жизни? Время для обсуждения – одна минута. Соборование – это когда установлено, да, чтобы… Если кто из вас болеет, да… Да, призывите, призвитеры мне помажут маслом. Таинстве Соборования – свет. А что, призвитеры? Правильно, вы сказали. А, во время Соборования зажигаются свечи. Помните, там читается Евангелие, и зажигается свеча на время Евангелия. А когда Евангелие заканчивает читать, она задувается, да? Точно, я ничего не понимаю. То есть, верно, да, в пламя свечей, наверное, и свидетельство этого. Наверное, горящая свеча, да? Горящая свеча. Символизирует свет. Какие-то еще варианты есть? Нет, нет, нет. Ну, да, вопрос света, если я, наверное, света и скажу. Что в конце, батюшка, вы говорите? Крест. Крест, я думаю, что это имеется о свете именно. О свете, да, это значит планка свечи. О свете, да, планка свечи. Да, планка свечи, конкретизируется. Здесь идет речь о свете. Да, здесь о свете, да, значит, горячая свеча. Капитан команды, кто ответит на этот вопрос, Ирина Александровна Анаскина? На этот вопрос отвечу я. И мы считаем, что во время Таинства Соборования свет миру символизирует зажженная свеча во время чтения Евангелия. Давайте обратим свои взоры на экран. Автор этого телевопроса, Полина Новоселова, даст сейчас правильную версию. Внимание. Итак, правильный ответ. Это свеча. Слава Богу. 1-0 в вашу пользу. Молодцы. Елена Васильевна Кузев выберет сейчас второй вопрос для своей команды. Вопрос номер 12. Панова Дарья, учитель основы православной культуры, Солнечно-Долининская средняя общеобразовательная школа из города Судак, задает вам свой вопрос. Дополните высказывание святителя Иоанна Златоуста названиями животных. Цитата. Мы грешные по своему бесчеловечию, скоты и звери. Мы угождаем чреву, как медведи, утолщаем плоть, как лошаки, злопамятны, как верблюды, занимаемся хищением, как волки, гневаемся, как змеи, жалим, как скорпионы, коварны, как лисицы, носим в себе яд злобы, как, внимание, как кто, время. Змеи были, скорпионы, лисицы, носим, носим, что, по-смельному скажу. Что, 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 злобу. Змеи были, яд, яд. Змеи были, верблюды, лисицы, живота дополнить. Да, надо дополнить каким-то животным, который… Почему медведь, медведь-то не ядоведь. Нет, нет, в конце яд злобы. А тут яд злобы. Значит, грешные, как тумы, грешные. Скорпион был, да? Скорпион был, змея была. Скорпион образовал? Нет. Это же тоже укос. Хотя, почему, по-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Итак, время истекло. Уважаемые ведущие, если позволите, мы хотели бы воспользоваться знаниями студентов из Евпатории. Если они могут помочь, мы бы с удовольствием воспользовались. Но на это у них есть только 20 секунд, если, конечно, у них есть помощь, которую они могут оказать вам. Говорите скорее, скорее. Пауки. Змеи были. Он не повторяется. Скорпионы, десицы. Аспиды, это тоже змеи. Ну, тогда паука как раз не есть. Ну, вот то, что я сказала. Ну, хорошо, спасибо. Я была еще как паука. Итак, прошу тишины, уважаемая команда. Вопрос непростой. Тем более, что там есть в некоторой мере допустимо повторение. Капитан команды, кто же ответит, Ирина Александровна, на этот вопрос? Мы думаем, что это, наверное, змеи, хотя, возможно, Иоанн Слатоуст сказал, назвал их немножечко по-другому, допустим, аспиды, да? Ну, в общем, мы думаем, что это змеи. Итак, внимание, правильный ответ. Он двояки. И я прошу сейчас Совет Старейшин вместе со мной предпринять небольшое обсуждение. Святитель Дмитрий Ростовский писал о ехиднах так и гадюках. Змеи. Но я прошу тишины сейчас. Я, насколько помню, у вас еще никто из команды в Совет Старейшин не вошел в наш телеклуб. И я прошу отца Алексея Остапова прокомментировать ваш ответ. Поскольку ответ команды был змеи, а ответ в вопросе прозвучал как гадюка, что по сути своей является также змеей, мы думаем, что вправе просить ведущего засчитать ответ команды как верный. Поскольку, когда мы говорим змеи, то мы, как правило, подразумеваем именно ядовитых змеи. Поскольку змеи, которые не ядовитые, нам как бы и безразличны. В связи с этим счет становится 2-0. Валентина Александровна Зинаева выберет сейчас третий вопрос для своей команды. Номер 8. От Виктории Лопатиной из города Евпатории этот вопрос. Виктория сегодня у нас в студии, поэтому сейчас тот самый случай, когда мы ведем обсуждение при авторе вопроса. Как я уже сказал, этот вопрос из номинации «Автор в студии». Виктория Лопатина сегодня получила возможность приехать к нам на эту съемку, поэтому внимание, ее вопрос. Только у меня к Виктории большая просьба. Виктория, вы не должны подсказывать команде. Даже своей мимикой, пантомимой и так далее. Обычно авторы очень волнуются, переживают. Некоторые настолько участвуют в обсуждении, что забывают, что они авторы вопроса, а не члены команды. Итак, святитель Николай, епископ сербской православной церкви, живший в 19-20 веках, известен многими своими трудами. В одном из них он говорил так. «Все держи на дистанции, а душу, внимание, уважаемые знатоки, дополните высказывание святителя Николая почти двумя словами». Время, одна минута. Ну, понятно, что душу надо держать не на дистанции какие-то. Открытые, крылья. А душу двумя словами. Двумя словами. Почти двумя словами. Почти. Все держи на дистанции. Ближе. Может, открытые. Так, подождите, давайте, давайте. Я понимаю, что близко к душе надо понимать, что. Противоположность. С собой. Противоположность. Если все остальное знало, на дистанцию, то все близко, близко к сердцу принимай. Будь отзывчивым. Милосердно. Ближе к людям. Нет, не ближе к людям, а просто ближе к себе. Принимай близко к сердцу. К себе. Ну, что-то такое. Ну, к себе она и так же. Нет, как душу. По-умному. А ближе к Богу? Нет, нет. Может, ближе к Богу? Возможно. Ближе к Богу. Ближе к Богу. Хорошо, значит. Скорее всего, ближе к Богу. Светлана будет, Светлана отвечает, значит, все остальное подальше, а душа держит на дистанцию, к себе даже не смутно. Время для обсуждения истекло, уважаемые знатоки, уважаемый капитан Ирина Александровна Анасткина, будет ли ответ на этот вопрос? Отвечать на вопрос будет Светлана. Значит, святитель Николай Сербский утверждал, что все держи на дистанции, а душу ближе к Богу. Я могу сказать, но я от этого сдержусь, правильно или нет, вы ответили на этот вопрос, поскольку автор этого вопроса у нас здесь, что называется, живьем в студии. Виктория, как бы вы оценили в начале обсуждения вашего задания командой? Я бы высказалась так, что команда поначалу шла немного не по верному пути, но она рассуждала логически и старалась по логическим путем дойти до ответа. И она к этому ответу пришла. То есть ответ правильный? Ответ правильный. Команда, хотелось бы пополить команду. И таким образом, если мы обратим сейчас свои взоры на экран, то увидим, что счет становится 3-0. И я объявляю сейчас музыкальную перемену. Для вас поет солист и вокальной студии «Звонкие голоса», руководитель Ольга Ивановна Личман, Татьяна Глушкова. Песня называется «Офицерская честь». Господа офицеры, преклоняю пред вами колено. Я хочу помолиться за вас, просто глядя в лицо. Отмолиться за все, что на вашей душе наполело. Помолиться за прадедов, дедов и ваших отцов. За неистовый труд, за мужские надежные плечи. За надежду, которая светится в вашем лице. Пусть горят, не сгорая, за ваше воздравие свечи. И, конечно, зажжен ваших выбравших рай и в шалаше. Офицерская честь не менялась от звезд на погонах. Офицерская честь не искала в боях орденов. Кочевала она, замерзая в солдатских вагонах. Возвращаясь живыми домой молодых пацанов. Господа офицеры, не будут словами и лестью. Я хочу помолиться за ваших родных матерей. Не судилось им, Бог, быть рядышком с вами, быть вместе. Суждено ему кратко ждать сыновей у дверей. Помолиться за вас, да сольются слова воедино. За всех тех, кто в строю, и за тех, кто уже не в строю. И пускай расцветает страна под названием Россия. Я в глаза выше, глядя о вас, эту песню пою. Офицерская честь не менялась от звезд на погонах. Офицерская честь не искала в боях орденов. Кочевала она, замерзая в солдатских вагонах. Возвращаясь живыми домой молодых пацанов. Офицерская честь не менялась от звезд на погонах. Офицерская честь не искала в боях орденов. Кочевала она, замерзая в солдатских вагонах. Возвращаясь живыми домой молодых пацанов. Господа офицеры, преклоняю пред вами колено. Я хочу помолиться за вас, просто глядя в лицо. Напоминаю счет 3-0 в пользу знатоков православной культуры команды Ирины Анаскиной, город Белогорск. И четвертое задание для своих коллег выберет Виктор Владимирович Кучик. Вопрос номер 7. Три вопроса из Ларца. Итак, три коротких вопроса на 20 секунд размышления каждой. Если вы готовы, я читаю первый вопрос. Готовы? Да. Явление, которым называет себя Спаситель в Евангелии. 20 секунд. Свет миру. Свет миру. Может. А с чем еще? Свет истинный. Ну, кроме... Ну, кроме следствия, еще кто-нибудь... Свет. Все, да? Явление, которое является... Явление, это... Я истинный, что это еще с... Итак. Мы думаем, что это свет. Я прочитаю правильный ответ цитаты из Евангелия от Иоанна 8 глава 12 стих. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Правильный ответ. Ура. Я поэтому читаю второй вопрос. Совершенно верно. Сказал капитан сейчас, не расслабляемся. Как называется грех против восьмой заповеди? Так. Время. Быстренько. Восьмой заповеди. Пятая, это... Родители нет. Родители... Пятая, это начинаются уже, которые... Грехи, которые человек может... Не уби, не укради. Я их порядок не говорю. Не про любодействие. Не греби. Не укради. Не укради. Не, давайте же... Они против самого себя. Нет, нет, нет. Это тяжело, это не кажется. Внимание, я прошу тишины. Прозвучал уже сигнал гонга. Итак, грех против восьмой заповеди. Это? Ну, мы думаем, что это зависть. Это когда человек хочет чего-то чужого. Там перечисляется все, что он мог бы захотеть. Если мы откроем исход и прочитаем эту заповедь восьмую, как «Не кради», то грех против нее – это воровство. 3-1. Телезрители заработали первый балл. Молодцы. Пятый вопрос для своей команды выбирает Виктория Леонидовна Понасюк. Вопрос номер два. Один за всех. И все за одного. Поэтому кто-то один сейчас должен будет остаться за конкурсом столом, а пока вы решаете, кто, я выйду к вам. За столом останусь я, капитан команды. Итак, условия известны. Почти что как в номинации «Три вопроса из ларца». С той лишь разницей, что здесь на эти три коротких вопроса отвечаете вы самостоятельно. С одной стороны, вроде бы никто не подскажет, но и плюс есть – никто не помешает. Готовы? Да. Судя по первому вопросу, вам попалась номинация новости из жизни Русской Православной Церкви. А именно за 2016 год. 14 февраля 2016 года патриарх Московской Евсея Руси Кирилл совершил литургию в Казанском храме этого города. Это очень далекий от нас, очень солнечный, теплый, ну, я бы даже сказал, в какой-то мере курортный город. Нам единственное, что отдыхать туда довольно далековато, ехать. Ну и подсказка. Это было во время одного из визитов с патриарха за границу, далекую. 20 секунд у вас есть на размышления. Далекий солнечный курорт, заграничный визит. Я готова ответить. Ну, уже там даже есть православный храм. Я только не знала, что это казанский. Да, ну, есть православный храм. Православный храм и по всему миру. Даже на Антарктиде, если не ошибаюсь. Я могу ответить. Я думаю, что святейший патриарх, конечно, очень много летает и по всей России, и, конечно, совершает и зарубежные визиты. Я думаю, что... Это все-таки зарубежные. Что это, что, раз это зарубежный визит и... И очень далекий. И очень далекий, то, скорее всего, речь идет о визите патриарха, когда он летал на Кубу. Совершенно верно. И встречался там с папой римским и с Фиделем Кастро. И с Фиделем Кастро, он тогда еще был жив. Давайте поаплодируем. Ну, а город-то мы не назвали, столица Кубы. Это Гавана. Гавана, совершенно верно. И выбираем поэтому второй вопрос. 18 февраля этого же года святейший патриарх Московской Евсея Руси, общаясь с членами российской экспедиции, заявил, что этот континент имеет особое духовное значение для всего мира. Этот континент имеет особое духовное значение для всего мира, сказал патриарх, общаясь с членами российской экспедиции. У вас 20 секунд. Я единственную дам подсказку, что там произошла встреча не только с членами экспедиции, но и с очень удивительными, забавными животными. Ну, и экспедиция уже не в курортный город, конечно. Итак. Ну, я думаю, что эти забавные животные были пингвины, потому что я видела фотографию святейшего патриарха с пингвинами, недалеко от пингвинов, и это было очень забавно. Поэтому я думаю, что эта экспедиция была в Арктику. Антарктида. 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 Ну, я приму это за оговорку. Да, конечно. И давайте все-таки... Поблагодарим в том числе и пингвинов, что они помогли нам выйти на правильную версию ответа. Ну что же, третий заключающий вопрос. 14 февраля 2016 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о мерах по сохранению и развитию этого архипелага, который имеет отношение и к Русской Православной Церкви, и к трагическим страницам истории нашего многострадального Отечества 20-го столетия. 20 секунд. Я думаю, что это архи... Не спешите. У вас есть 20 секунд. У меня просто нет других вариантов. Что это за архипелаг? Что за монастырь там? Можно ответить так, что там вот такой-то монастырь расположен. У меня скорее не с моим историем, а с книгой. Ну вот я в том-то и дело, что боюсь, что вы скажете с книгой, а одна из книг, если мы говорим о одной и той же книге, там ведь все-таки повествуется не только об одном архипелаге, то есть там территория захватывает и события в Москве там присутствуют и так далее, да? А вот на этом архипелаге расположен очень известный монастырь. Ну, ладно, я сейчас начну говорить и уже, по-моему, скажу правильный ответ. Я остановлюсь. Возможно, это Соловецкий монастырь? Совершенно верно. Кстати, в этом монастыре пребывал в заключении, был репрессирован и дедушка святейшего патриарха. Ну, что же, я поздравляю вашу команду с правильным ответом. Давайте посмотрим сейчас на экран и видим там счет. 4-1. Огромное спасибо. Вашу пользу. Самое время, как мне кажется, объявить музыкальную перемену. Мои родители поет Анна Михалева, солистка вокальной студии «Звонкий голос арт». Спасибо вам за все. Спасибо вам за то, что я живу, за то, что есть вы у меня такие. Я, папа с мамой, нежно вас зову. Спасибо вам за ласку и любовь. Спасибо вам за помощь и терпенье. Я повторю вам это вновь и вновь. Мои родители, мои родители, я благодарна вам за все, поймите вы. Мои родители, мои родители, мои родители, а если делаю не так, меня простите вы. Спасибо вам за нежность и тепло, я вас люблю, и я за вас в ответе. Мои родители, мои родители, я благодарна вам за все, поймите вы. Мои родители, мои родители, а если делаю не так. Мои родители, мои родители, мои родители, я благодарна вам за все, поймите вы. Мои родители, мои родители, я благодарна вам за все, поймите вы. Мои родители, мои родители, мои родители, а если делаю не так, меня простите вы. А если делаю не так, меня простите вы. А если делаю не так, меня простите вы. Напоминаю, счет 4-1 в вашу пользу. Шестой вопрос для своей команды выберет сейчас Светлана Викторовна Крамарь. Вопрос номер один. Автор этого вопроса Леонид Климович из города Гомель. Светлана Викторовна, помните, кто такой Чарли Чаплин? Конечно, звезда немого кино, режиссер, великий актер. Да. Сэрльз Чарльз Пенсер Чаплин, американский и английский киноактер, сценарист, композитор, кинорежиссер, как вы правильно заметили, продюсер и даже монтажер. Вообще универсальный мастер кинематографа, создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино, образа бродяги Чарли. Так вот, Чарли Чаплин называл ее зерном, из которого произрастает юмор. Настоящий юмор, конечно. Я бы назвал ее зерном, из которого произрастает правильный ответ. Известно, что она празднует именины вместе с тремя своими дочками. О чем это мы? Минута! Нет, никаких срочных ответов отдавайте Вера, Надежда, Матик, София, которая переводится на русский язык. В переводе, да. Ну, раз ты выбирала вопрос, тогда... Ну, давай я скажу. Хорошо. Давайте просто его правильно тогда сформулируем. Давайте. Значит, чтобы точно мы никого не упустили, правильный, да, как у нас иногда бывает. Значит, три дочери. Вера, Надежда, Любовь. Матерь, Матерь, Свет. София в переводе на русский язык звучит как... Мудрость, мудрость. Три мудрости, мудрость, мудрость. Мудрость, мудрость. Истина. Мудрость. И значит, Чарли Чаплин имел в виду. Уважаемые знатоки, уважаемый капитан Ирина Александровна Анаскина, так из чего же произрастает правильный ответ и одновременно юмор? На этот вопрос ответит Елена. Значит, наш ответ таков. София в переводе мудрость, а какое отношение имеет к трем? Вера, Надежда, Любовь. Дочери Софии. Это дочери, да. Мать – это вера, Надежда и Любви. А в переводе, как вы правильно сказали, София означает мудрость. Итак, из мудрости произрастает юмор, так считал Чарльз Чаплин. А мы добавляем, что и из мудрости же произрастает правильный ответ. Счет становится 5-1 в вашу пользу. Итак, седьмой вопрос. Сейчас выбирать не придется, поскольку это вопрос на заданную тему, которую подготовили для вас ваши юные друзья, студенты Ифатрийского института социальных наук. Вот они. Сейчас перед вами. Внимание на сценическую площадку. Пациентка, старшие сестер жалуются. Я с друзьями уже давно не могу увидеться. Они не хотят меня видеть. Врач-психолог ей отвечает. Вы не могли поддержать их в трудную минуту. Даже не поговорили с ними. Вы обвиняли их в забывчивости о вас. Пациентка, средняя сестра, жалуются. А я не могу найти свою любовь. То один некрасивый, то второй глупый, то третий хвастливый. Никак мне не везет. Врач отвечает ей. Вы ищете в них только изъяны, а на свои посмотреть не можете. Пациентка, младшая сестра, жалуются. На работе одни проблемы. Все безинициативные, ничего не делают. Ленивый кошмар, просто они работают. А врач ей в ответ. Вы не смогли подменить свою коллегу, хотя и знали, что у нее ребенок больной. Не смогли взять трубку, хотя и находились рядом с телефоном. И из-за вас сорвались важные переговоры. Ой, вы не участвовали в мероприятиях коллектива. И поэтому он вас не замечает, как хорошего специалиста. Знаете, девочки, вот вам урок. Если хотите, чтобы вас уважали, то докажите это делами. Отвечал психолог всем своим пациенткам, которые потом обиделись на него и перестали посещать его сеансы. Итак, вопрос. Назовите хотя бы один из отрывков Евангелия от Матфея, который мы вам только что показали. Что бы все это значило? Время! Так, давайте быстренько подумаем. Значит, первая притча, одна, которая прозвучала. Смотрите, а там могут быть это о девах? Потому что там слишком много было делей, шестерей, сестры. Нет, там, наверное, нет, потому что там масло. Девах нет. У них одна тема была, а тут несколько. Да, дождите. Там одна тема была. Не видишь, что это с вами на глазу. Но у всех все обвиняли других, а в себе надо искрыть причины. Какие еще могут быть там варианты? Ну, суть-то одна была. Может быть, вот сучки? Сучки? Да, да, да. Там же пять четко, а пять сучки. Это уже не подключить. Это когда, говорит, вынь сначала бревна со своего глаза, и тогда ты сможешь вынуть сучок из глаза своего ближнего. Не видишь сучок? Блазу брата своего. Да, что ты не видишь бревна в своем глазу, а сучок в чужом видишь. То есть варианты никакие другие не рассматривали? Ну, это как один из вариантов. Ваше время и стекло. Капитан команды, прошу остановить обсуждение Ирины Александровны. На вопрос будет отвечать Виктория. Наша команда подумала и решила, что использовано несколько притч, одно из них звучит «Вынь бревно из своего глаза», а также «Не суди, да не судим будешь». Давайте попросим ваших юных друзей, студентов Евпатерийского института социальных наук, Мария Базарова, представитель этой команды, сказать правильно или нет. Ответили сейчас члены родительской лиги на ваш вопрос. Итак, Библия, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1, 5, гласят. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Я напоминаю, счет становится 6-1 в пользу знатоков православной культуры из команды Ирины Александровны Анаскиной, город Белогорск. Уважаемые телезрители, ну вот и все вопросы совершены на все, по крайней мере, на большинство из них наши знатоки из родительской лиги. Напомню, у нас сегодня была команда Ирины Александровны Анаскиной, это родительская лига, родительская команда из города Белогорска и Белогорского района. Так вот, на большинство из них они все-таки сумели ответить со счетом 6-1, выиграли. Как всегда, хочу напомнить вам, что сейчас на экране появился наш адрес, по которому вы можете прислать свои новые письма со своими новыми вопросами. Российская Федерация, Республика Крым, почтовый индекс 295.0.11, город Симферополь, улица Героево, Джимушкая 9, дроб 11, редакция конкурса «Зерно истины». Также сейчас на экране перед вами наш адрес в интернете www.znatoki.artox.ru Сюда вы тоже можете обратиться со своими вопросами. Здесь вы можете найти достойный ресурс для того, чтобы подготовиться к новым играм и, может быть, принять участие в последствии нашей телевизионной версии проекта «Конкурс знатоков православной культуры. Зерно истины». А на сегодня у нас все. Ангелы-хранители всем вам. Не забудьте включить свои телевизоры ровно через неделю. До новых встреч. До свидания.